Через два дня Украина может оказаться без поставок российского газа. Предоплата не внесена, объяснения нафтогаза невнятные, а риск для транзита газа в Европу, в свою очередь, весьма серьезный. И эксперты заговорили о хитроумных схемах, которые придумывают в нафтогазе, чтобы, например, не оплачивать газ для своей территории, для Донбасса. О коррупционных механизмах, которые создают в Раде, в репортаже Натальи Юрьевой. Система сначала деньги, потом газ, бесперебойно проработала почти всю зиму. Но сейчас, когда до начала весны остается всего несколько дней, тревожное сообщение пришло из «Газпрома». Киев не внес своевременную предоплату за российский газ. На эту систему официальная Москва и Киев перешли после подписания в Брюсселе соглашения в конце октября прошлого года. И вот сегодня, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Киев не заплатил за планируемые поставки, но при этом заказал голубого топлива на максимальные по брюссельским соглашениям 114 миллионов кубометров в сутки. Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. На сегодня, на утро предоплаченного газа осталось только 219 миллионов кубометров. На зачисление средств от НАК «Нефтегаз Украины» на счет «Газпрома» уходит около двух дней. Поэтому поставка газа в объеме заявки 114 миллионов кубометров в сутки уже всего через два дня приведет к полному прекращению поставок российского газа на Украину, что создает серьезные транзитные риски для поставок газа в Европу. «Нафтегаз» резко увеличил заявки на голубое топливо аккурат после того, как без предупреждения отключил подачу потребителям в Донецкой и Луганской областях, якобы из-за поврежденных магистралей. В обоих регионах возникла реальная угроза аварийной остановки котельных. Более миллиона человек могли остаться без тепла. В связи с этим «Газпром» в рамках действующего российско-украинского контракта перенаправил часть поставляемого Киеву топлива в Донбасс через измерительные станции Прохоровка и Платова напрямую в Луганскую и Донецкую области. Техническое соглашение от 2009 года позволяет «Газпрому» указывать иные пункты сдачи газа при получении суточной заявки. Несмотря на это, накануне глава «Нафтогаза» Украины заявил, Киев не будет оплачивать газ для Донбасса. По мнению экспертов, внезапное желание украинских властей получить весь газ по предоплате за два дня связано со стремлением забрать это топливо под свой контроль. Украинцы попытались провернуть спецоперацию под названием «Заморозка Донбасса». Хотя это, в общем, противоречит и духу, и букве минских договоренностей. Соответственно, получалось, что поставки газа на Донбасс осуществляли счет контракта, и причем «Нафтогаз» ничего не мог поделать, он должен был оплачивать это. Если «Газпром» будет действовать четко в рамках контракта, он может остановить поставки газа Украине. В теории может, да. То есть при отсутствии поставок в Украину может случиться ситуация, когда Украина не сможет просто обеспечить транзит. Да, такое возможно. Урезать свои расходы официальный Киев сейчас пытается в первую очередь за счет социально незащищенных слоев населения. Кабинет министров Украины по согласованию с ключевым кредитором страны, Международным валютным фондом, предложил Верховной Раде поэтапно повысить пенсионный возраст на 5 лет для женщин, а также уменьшить пенсии работающим пенсионерам на 15%. А вот депутаты украинского парламента, похоже, сокращать свои аппетиты не собираются. На днях разразился скандал после того, как в сеть попала СМС-переписка народного избранника Виталия Хомутыника и губернатора Одесской области Игоря Палицы. Один из фотографов запечатлел, как прямо во время заседания Верховной Рады депутаты глава региона обговаривают коррупционные схемы на таможне. Стоит отметить, что Мухин, фигурирующий в сообщениях и который, судя по переписке, может делать все, что хочет, это директор Департамента анализа рынков и противодействия таможенным правонарушениям. Он зарабатывает 300 долларов как экспедитор. 10 тысяч долларов раздача органам. Но он к ним даже не притрагивается. Мухин раздает всем правоохранителям. Тебя кто-то дезинформирует. Пусть делают, что хотят. После того, как переписка чиновников стала достоянием общественности, премьер Яценюк демонстративно объявил о начале служебного расследования и отстранил от должностей руководства Государственной фискальной службы Украины, в структуру которой входит и таможня, и которая, по словам Яценюка, только полгода после Майдана проработала так, как нужно. Чем сильнее разрухать, чем сильнее уничтожается структура государственности, тем в большей степени власть наполняется уже не политиками, а бандитами. А те политики, которые во власти остаются, они становятся бандитами. То есть условия, в которых ты работаешь, диктуют, собственно, твои взгляды и содержание твоей работы. Поэтому они по-другому уже не могут, они именно так и будут действовать. Сегодня же стало известно, на главу Нацбанка Украины Гонтареву, одной из представительниц новой украинской власти, прокуратура завела уголовное дело по подозрению в злоупотреблении этой самой властью с целью получения неправомерной выгоды. За год после Евромайдана украинская национальная валюта подешевела в четыре раза. Сегодня на Межбанке она обновила исторический максимум 33 гривны за один доллар. Сотни недовольных экономической ситуации в стране принесли к стенам Национального банка Украины покрышки и железные бочки. Митингующие перекрыли все входы и выходы в ведомство. Люди требовали отставки Гонтаревой и немедленной стабилизации гривны. В противном случае они пообещали поставить палатки прямо у Нацбанка и начать новый Майдан. Наталья Юрьев, Екатерина Белова и Юрий Шолмов, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok